В России началась сырная или, как ее чаще называют, масляная неделя, которая продлится с 4 по 10 марта. Она предшествует Великому посту. Самыми важными днями праздничной недели считаются первые и последние дни. В первый день праздник только начинают встречать, а гуляния входят в полную силу, а в последний день принято приносить прощение за все обиды. Главные атрибуты масленицы – народное гуляние, катание на санях, блины, как символ солнца и сжигание чучела, которое символизирует зиму. Эта традиция олицетворяет приближение весны и избавление от негативных эмоций в преддверии Великого поста. Понедельник зовется встречей. В этот день встречали масленицу, пекли пироги, угощали ими на улице, строили горки и катались с них. Во вторник начинались заигрыши. Воздвигались снежные городки, устраивались девичьи качели и поездки на лошадях. На третий день лакомку люди лакомились блинами. В широкий четверг обычно гуляли, ходили хороводы, плясали. В пятницу зятья устраивали тещины вечерки. Зять обязан был сам приглашать тещу в гости. Суббота называлась «Золовкины посиделки». Невестка приглашала своих родственников к себе в гости. Суббота объявлялась родительской. В прощенное воскресенье молили не держать в памяти злу и забыть обиды. Главным обрядом празднования является сожжение чучела масленицы, символизирующая уходящий год. Мы уже сегодня начали Академию народных праздников, которые мы проводим по заказам учебных заведений, школ или детских садов. Поэтому в течение всей недели в разных учебных заведениях школьного и дошкольного толка наши сотрудники работают. Ну и, конечно же, в воскресенье мы будем участвовать в проведении городского мероприятия. Там будут наши подворья, там мы отрабатываем детские площадки игровые. И, конечно же, наши артисты будут представлены на большой сцене. Продолжение следует...